Всем привет, дорогие друзья! Сегодня первый день, как я пользуюсь смартфоном OnePlus 6. Пересел я на него с iPhone 7. И сегодня я хотел рассказать свои впечатления, какие минусы и плюсы я увидел за этот день на этом смартфоне. И давайте, наверное, начнем с минусов. Первый минус — это просто какой-то безумный скроллинг. Например, когда вы сидите ВКонтакте, либо в Твиттере, вы листаете ленту, вертикальную ленту, вот таким вот движением. И, естественно, вы хотите, чтобы лента потихоньку вот так вот смещалась, чтобы вы успели рассмотреть все новости. Но здесь, когда я ленту листаю, лента просто улетает куда-то вверх. Причем на другом моем смартфоне, на Xiaomi Redmi Note 5, абсолютно такой проблемы нет. Там также листаешь ленту, обычно все листается, успеваешь все рассмотреть. Сейчас я уже приспособился и реально вот по миллиметру двигаю пальцем по экрану, лишь бы только лента не улетела. Это очень неудобно и это неожиданно. Я даже не ожидал, что такая проблема у меня может возникнуть. Следующая вторая проблема — это амолед-экраны. Все сейчас устанавливают во флагманы амолед-экраны. Кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся, но мне они категорически не нравятся. Во-первых, здесь какие-то проблемы с яркостью. Когда я ставлю минимальную яркость, экран все равно для меня слишком яркий, слишком бьет по глазам. Но когда я выхожу на улицу в солнечный день, яркость поднимается на максимум с помощью автояркости, и мне наоборот не хватает яркости. То есть я не могу разглядеть некоторые надписи на экране. Плюс еще здесь цвета абсолютно неестественные. Я сравнивал тоже со своим Xiaomi Redmi Note 5, который гораздо дешевле стоит. Так вот, этот экран, он уходит в более красные тона. Причем я его подрегулировал, поставил наоборот, чтобы он не был таким насыщенным. Но все равно, даже в таком вот уже отрегулированном состоянии, он все равно немного краснит. Кожа человеческая получается не вот такого вот цвета, а красная. Как будто это, я не знаю, как будто только из сауны человек вышел. Поэтому, когда вы смотрите какие-то фотографии на этом телефоне, когда вы смотрите какие-нибудь видео на этом телефоне, то у вас картинка неестественная, не такая, какая она на самом деле. Этот экран всю картинку он преукрашивает. Может быть, это кому-то нравится. Здесь также повышенная контрастность. Но понимаете, если много смотреть на такой экран, глаза, они реально устают. Ну, не приспособлены глаза для такой яркой, для такой насыщенной, контрастной картинки. Поэтому нафиг надо эти OLED-экраны. И вообще не понимаю, я бы с радостью пользовался телефоном с IPS-экраном. Следующий, третий минус, это то, что не загорается экран здесь, когда вам приходят уведомления. Например, как я привык на своем телефоне. Когда я сижу за компьютером, у меня рядом лежит мой телефон, мне приходит какое-нибудь уведомление. Например, мне кто-то отправил сообщение. И когда мне сообщение приходит, телефон, телефон загорается экран, происходит вот этот звоночек, да, уведомление. Я сразу вижу на экране, кто мне что написал. Если там что-то важное, я беру телефон в руки, отвечаю. Если там что-то не важное, какой-нибудь спам, я сижу дальше за компьютером. Здесь же, на OnePlus, происходит звоночек, да, то есть вот это вот звук, уведомление, но экран не загорается. То есть ты не знаешь, кто тебя там что-то отправил. По-любому нужно разблокировать его, чтобы посмотреть, что там такое. Я залез в уведомление, пытался это настроить, чтобы экран включался, но почему-то не нашел этой функции. И это дико неудобно, реально. Сейчас пробую отправить сообщение на OnePlus 6, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Отправляю сообщение. Вот, телефон сделал звук, да, загорелся у него индикатор событий, но при этом экран не загорелся, я не увидел, кто мне что отправил. Для этого мне обязательно его разблокировать. Ну и четвертый минус – это неправильное отображение времени в Инстаграм. Это, конечно, такой несерьезный минус, но тоже неприятный. Например, я выложил фотографию, и я смотрю комментарии. Под комментарием пишется, когда человек оставил этот комментарий. Либо, когда я смотрю личку в Инстаграме, там тоже указывается, когда человек отправил тебе сообщение. Так вот, на моих предыдущих телефонах, на Xiaomi Redmi Note 5, на iPhone 7, там время указывается правильно. Например, мне человек отправил 10 минут назад сообщение, там будет написано 10 минут назад. OnePlus почему-то пишет 11 часов назад, 12 часов назад. Хотя человек мне мог отправить сообщение реально, там, 10 секунд назад. Сообщение в Инстаграме, на Redmi Note 5, видите, все нормально. 23 минуты назад, 3 часа назад, 3 часа назад. На OnePlus 6 11 часов, 14 часов. То же самое и с комментариями. 3 часа назад действительно был оставлен комментарий. Здесь почему-то 14 часов назад. Сейчас даже попробую оставить какое-нибудь одинаковое сообщение. Опубликую и там, и там. И смотрите, я только что опубликовал сообщение. Почему пишется 11 часов назад? На ноуте написано правильно, 2 секунды назад. Почему здесь такое смещение во времени, я не понимаю. Ну и последний, маленький, самый незначительный минус, это то, что я вот вчера его получил. Начал, естественно, выбирать мелодию звонка, которую установить из стандартных. Я не люблю все вот эти мелодии скачивать себе на смартфон, заморачиваться, там, какие-то мелодии скачивать. Я люблю все выбирать из стандартных мелодий. Так вот, после айфона вот эти стандартные мелодии на OnePlus, они все какие-то очень бесящие, очень какие-то неправильные. Не знаю, но они просто раздражают. Возможно, это еще, конечно, из-за не самого лучшего динамика на OnePlus 6. На айфоне 7 гораздо динамик лучше, даже на том же Redmi Note 5 динамик тоже получше. И в совокупности вот с этими дурацкими мелодиями стандартными это все звучит не очень хорошо. Поэтому я, наверное, сейчас скачаю сюда лингтоны айфоновские и поставлю их. Потому что, ну, они действительно не раздражают хотя бы. Это я не вылизываю там задницу у Apple, не говорю, что у Apple там все замечательно. Нет, даже сравнивать с тем же Xiaomi Redmi Note 5. У них, у Xiaomi и то лингтоны, они такие приятные слуху. Их приятно слушать, они не раздражают. А у OnePlus какой-то реальный пердеж вместо лингтонов. Серьезная вроде компания, они могут там заморочиться пару лингтончиков нормальных написать. Ну а теперь, ребята, плюсы. Плюсов тоже много. Во-первых, это просто реактивный смартфон. Я вчера обновлял прошивку. Знаете, как происходит обновление прошивки на айфоне? Айфон сначала ее скачивает и потом перезагружается. И появляется яблочко, внизу появляется такая полоска, которая по времени заполняется. Заполняется, и это может занимать 10 минут. 10-15 минут нормально так айфон обновляется до следующей версии iOS. Этот телефон также обновляется. Он сначала скачивает прошивку, потом перезагружается. Так вот, я когда вчера скачал прошивку, я его поставил на обновление, и он просто перезагрузился. Такое чувство, что он даже не обновлялся, не шла вот эта полосочка. Он просто перезагрузился, то есть он у меня обновился за минуту. Я офигел, у меня такого никогда не было. Реально, даже на тех же Xiaomi, там все равно, когда обновляется прошивка, идет вот эта полосочка, все это как бы долго. На Xiaomi, кстати, немного быстрее, чем на айфоне, но на OnePlus это все моментально. Реально, как будто ты просто перезагрузил устройство. Я даже не успел понять, как он так быстро установил уже новую версию прошивки. Когда вы запускаете приложение, то же самое. Вот OnePlus, он, все говорят, что он быстрый, да, но он не совсем быстрый, он как бы резкий. Он все делает резко, вот бам, и все, и открыл. Анимации, анимации нету таких плавных анимаций, все очень резко, резко, резко. И поэтому создается впечатление, что он самый быстрый, он реально все очень резко делает. После iPhone это очень хорошо чувствуется, потому что iPhone, у него хоть и мощное железо, но все равно там анимации более плавные. Знаете, iPhone, он тоже быстрый, но он более плавный. А этот быстрый OnePlus, но резкий, плюс это самая быстрая зарядка в мире, реально очень классная вещь. За час его практически можно до сотки зарядить. Но это ли не плюс? Это, конечно, плюс. Причем зарядка здесь быстрая, не греет телефон. То есть обычно, когда ставишь на быструю зарядку, у тебя и блок зарядный горячий, плюс сам телефон горячий, это негативно сказывается на аккумуляторе. А здесь телефон вообще не греется. Им как-то удалось сделать такую быструю зарядку, которая реально заряжает быстро, но при этом не разогревает телефон. Дальше это производительность в играх. Я вчера скачал сюда PUBG, поиграть решил посмотреть, насколько хорошо тянет телефон эту игру. Тоже офигел, все очень плавно, реально. Я играл на максимальных настройках графики. Это одна из самых сейчас требовательных игр. Вообще ничего не лагало, причем телефон даже не нагрелся. Это, конечно, классная возможность, что у тебя всегда в кармане очень мощное устройство, ты всегда в любую игру можешь поиграть на высоких настройках, даже не парясь. Что у тебя там что-то не пойдет, что у тебя там будет что-то лагать, снижать настройки. Просто берешь, скачиваешь любую игру, выставляешь максимальные настройки, наслаждаешься красивой картинкой и играешь без лагов. Ну и последний момент, это внешний вид. Футуристичный внешний вид. Знаете, после моего айфона седьмого это действительно что-то новое, как будто телефон из новой эпохи, новой школы. Когда ты смотришь на рамки айфона и когда ты потом смотришь на рамку OnePlus, то ты понимаешь, какой же айфон уже устаревший по дизайну. И вот эта челка, она тоже выглядит как что-то новое. Я не знаю, у многих она бесит, но честно вам признаюсь, я тоже думал, что у меня она будет бесить. Но ты ее абсолютно не замечаешь, когда пользуешься телефоном. Плюс ее еще можно отключить в настройках, если она вас прям сильно раздражает. То есть не совсем отключить, а просто ее замаскировать. Становится вот эта полоска полностью черной и получается монобровь ее не видно. По поводу камеры, я не сильно много тестировал камеру. Пока что я только протестировал и понял, что мне не нравится фронтальная камера, запись звука. В целом, что могу сказать, телефон не идеальный. OnePlus еще нужно стараться и стараться развиваться. Но пока я не пожалел, что я его купил. Буду пользоваться дальше, буду дальше его тестировать. Возможно, в будущем мне он начнет нравиться. На этом все. С вами был Дима. Это были такие живые эмоции по горячим следам после первого дня использования. Оставлю ссылку, где можно купить OnePlus 6. Всем спасибо за просмотр и всем пока.